Сегодня мы с вами готовить будем средиземноморский суп. Он у меня уже давно, этот пакетик, давно я брала, как только он появился, еще в новинках. Но еще до него никак не дойдут руки. Вот сейчас у меня греется вода в микроволновке. Как я ее догрею до такого состояния, чтобы я смогла съесть этот суп, я его разбавлю, размешаю, приготовлю и покажу вам. В состав этого супа входит измельченные специально обработанные зерна кукурузы. Кукурузный крахмал. Изолят горохового белка, соль, прошел крабово-креветочный, фруктоза, смесь сушеных овощей, специи, лицетин и ароматизатор натуральный, креветка. Но единственная вода, минус, что ароматизатор здесь есть креветка. Я не понимаю, что значит натуральный, потому что все для меня ароматизаторы. Это нечто из ряда искусственного. На запах он очень вкусный, прям очень-очень мне понравился. А вот на внешний вид представляет собой желтый порошок. Но это не удивительно, потому что все-таки здесь кукурузная либо мука, либо измельченные зерна. Они сами по себе желтые. На запах чувствуется и специя, и на самом деле что-то средиземноморское. Но чувствуется все-таки ароматизатор, потому что интенсивный достаточно. Не содержит глютен. И артикул у него, по-моему, 15-919. Вот у меня вскипела водичка. Я сейчас буду добавлять порошок. Единственный такой момент, я не стала большим количеством воды разбавлять, потому что льняную кашу, льняной суп желательно разбавлять, грибной наш суп, желательно разбавлять большим количеством воды на мой вкус, потому что иначе льняное семя, оно разбухает, становится желеобразным, и его есть не совсем некомфортно. У меня вызывает это определенный рефлекс. Но в отношении этого супа, я думаю, достаточно будет и 200-250 мл. Как здесь написано для тех, кто еще не знает, нужно разогреть воду до состояния 95 градусов. Это состояние, когда она немножко у вас покипела, и потом вы выключили, и минут 5 она у вас еще постояла, остыла. Можете воду еще остудить до температуры, которую вы только собираетесь есть. Но чтобы не ждать, например, пока она остынет, вода, каша будет там стоять, разбухать. Не ждать вот этот вот процесс остывания сам. То вы можете просто нагреть именно воду до температуры, которую вы уже будете кушать, да, сможете кушать. И вот что у нас в конечном итоге получилось. Это вот некая такая вот жижа, не совсем густая, а даже немножко жидковатая, но похоже на крем-суп. И здесь плавают вот такие вот различного размера, цвета, частички, которые, скорее всего, называются специи. Ну, пеночка тут какая-то образовалась, наверное, потому что у меня вода не кипящая, не кипяченая, а просто подогрета в микроволновке. Но я по этому поводу не сильно парюсь, потому что грею воду, которая находится в кулере, либо в пятилитровке, да. То есть я как-то не особо зацикливаюсь на воде. И я не думаю, что это заменит полноценный прием пищи, да, это не заменит вам обед уж точно, завтрак может быть, это просто перекус, легкий перекус. Вот я, например, сейчас нахожусь в данный момент на работе, и я еду домой. И я сейчас на данный момент очень-очень голодная. И для того, чтобы мне не приехать домой сильно оголодавшей, я вот покушаю вот этот вот супчик, да, чтобы потом приехать, нормально там себе что-то приготовить без всякой спешки и не запихать в себя больше, чем положено. Так же это может заменить, например, ваш какой-то... Я, наверное, переведу все-таки камеру. Например, вы едете в поезде, то же самое, можете набрать себе пару пакетиков с каким-либо супом или каши, да, льняной, и просто что-нибудь перекусывать. Хотя основной прием пищи это не заменит, потому что это не настолько питательно, не настолько сытно и не настолько калорийно. Тем более в наших условиях, да, когда у нас очень часто бывает холодно, ну, как часто в зимний период времени, в осенне-весенне холодно, и поэтому, естественно, вы этим не накушаетесь, не наедитесь и не восполните источник энергии, да. Нам это тяжело. Вот я сейчас смотрю блогера одного, она просто сидит на сыроедении, да, на таком вот питании, веганском, плюс сыроедении. И я понимаю, что в наших российских условиях это не совсем возможно, потому что пища очень сильно у нее сырая и низкокалорийная. И она, нас эта сырая пища не согреет, потому что она часто использует бананы, например, мороженые, свежемороженые, в коктейлях, в шейках различных, мороженое делает, да, в каких-то десертах. Но нам это не подойдет, потому что пища холодная, и она нас не будет согревать в зимний и осенний период времени. Нам нужно что-то такое более согревающее, какие-нибудь чаи, какие-нибудь настои, какие-нибудь горячие супчики. И, собственно, поэтому нам не совсем это подойдет. И вот в средней полосе России я бы не рискнула заниматься сыроедением, потому что у нас они позволяют погодные условия, и еще у нас недостаточно продуктов, то есть нет такого ассортимента, нет такого разнообразия, как у них. Все-таки у них построено все на этом, у них есть полочки, да, в магазинах, не полочки, причем, а целые полки, целые отделы, которые посвящены веганскому питанию. У нас с этим немножко сложнее. И вот я сейчас покушаю этот супчик и поделюсь с вами общим впечатлением о нем. Спрошу внимания не обращать на мой внешний вид, потому что я уже в конце рабочего дня немножко потрепанная и уставшая. В отношении этого супа я могу сказать, что его можно поставить на первое место среди всех тех супов, которые на данный момент у нас есть. А в итоге мы имеем три супа, один из которых это грибной суп на основе льняной муки, и он меньше всего мне понравился в первоначальном его исполнении, как если бы я его разводила так, как написано на этикетке, да. Но мне подсказали несколько таких приемов, как можно с ним проэкспериментировать, чтобы улучшить его вкусовые качества. На втором месте у меня стоял гороховый суп, но тоже я бы, ну не знаю, когда вот сильно хочется есть, наверное, я бы его стала есть. Ну а так, чтобы просто купить его в качестве перекоса, я бы не стала этого делать, да, я не стала бы себе покупать его и тратить на это деньги, несмотря на то, что это полностью там 100% натуральный продукт. Ну что хочу я сказать в отношении креветочного супа, я еще до конца его не допила, мне безумно понравился вкус. Я его поставила на первое место среди всех тех супов, которые я пробовала, да, и которые у нас есть в компании Фаберлик. Я поставила на первое место его не от того, что он как-то более лучше, чем грибной суп и гороховый суп, он просто очень-очень вкусный, мне очень понравился. Мне вообще очень нравятся морепродукты и все, что связано с ними. Мне нравится рыба, мне нравятся креветки, мне нравятся мидии. И я думаю, любительницам морепродуктов этот суп понравится. Он не 100% морской, да, ну в каком смысле? То есть это не вкус креветок и не вкус морского какого-то животного, моллюска. Но морской привкус он имеет. Вкус морепродуктов он в себе содержит. Он в меру просоленный, достаточно просоленный, потому что этот суп у меня купил другой человечек. Ему показался этот вкус несколько солоноватым, что соли бы хотелось чуть меньше. Но возможно она разбавила меньшим количеством воды. И да, если вы разбавите меньшим количеством воды, например, 200 мл, то он будет несколько солоноватым. Так как я взяла большую кружку, но насколько большой, это, наверное, 250 мл, то для меня соли достаточно. Я не люблю безвкусные продукты, я не люблю недосоленные продукты, поэтому для меня он является вкусным. Естественно, как я уже сказала, вы не наедитесь и он не заменит вам завтрак, обед и ужин. Но заменит какой-то перекус, либо, допустим, вы уже поужинали, но еще не ложитесь спать, долго не ложитесь спать. И от момента, когда вы поужинали, прошло там, допустим, 2-3 часа, и вы еще знаете, что не ляжете спать, и вам что-то хочется перекусить, и в качестве перекуса он подойдет. Что мне здесь помимо морского вкуса понравилось? Здесь достаточное количество специй. Здесь мне попадалась и моркошечка, кусочки прям моркошечки. Также есть здесь укропчик. И попадались мне зерна, причем неоднократно их здесь, ну, такое приличное количество. Если вам не нравятся семена фетхеля, да, укроп, если вам не нравятся семена укропа, то, я думаю, вам он придется не по душе, потому что укропчик вот этот вот попадается, его семена, и они лопаются и дают немножко холодящий эффект на ваших зубах и языке. И даже он там что-то красненькое виднеется, скорее всего, паприка. Но, конечно, ни в какое сравнение с грибным супом он не идет. Он не становится желеобразным каким-то, густым. И не доходит до такого состояния, что его невозможно есть. На мой взгляд, очень вкусный, удачный продукт. Удачный, наверное, из всего того ассортимента супов и каш, которые у нас есть. Вот акция сейчас идет в 16-15 каталоге, уже в следующем живу. Если вы берете два каких-то супа, можно одинаковые взять, то каждый из них вам обойдется в 29 рублей. Я обычно набираю эти пакетики, оставляю себя здесь в офисе, вот когда мне хочется что-то быстренько перекусить, или я чувствую, что у меня там желудки сосет. Особенно будет полезно для тех, у кого есть проблемы с желчным пузырем. Им вообще нельзя находиться в состоянии голода. Им постоянно нужно быть в ощущении сытости. То есть не должно вас там под ложечкой сосать, иначе желчь будет сгущаться. А тем, у кого желчекаменная болезнь, это даже запрещено. То есть они должны часто очень перекусывать. Если вы до этого, например, пробовали льняную кашу и грибной суп, и они для вас, бей, они вам не понравились, то я думаю, от этого супа вы останетесь в восторге. Ну, а вот и вроде бы все. Спасибо большое всем за просмотр. Всем желаю приятного аппетита, хорошего настроения, хорошего продолжения дня, вечера, возможной ночи. Всего вам доброго. Пока-пока. Обнаружила один единственный минус, о котором я не могу молчать, не могу говорить о плюсах и умолчать о минусах. После того, как я поела суп и поехала домой, где-то в течение 5-10 минут чувствовалась послевкусие этого супа. И причем он больше был похож на вкус глютоната, натрия, либо усилителя вкуса, который сейчас часто добавляют в те или иные продукты. Скорее всего, я думаю, это связано с тем, что в состав этого супа добавлен ароматизатор, идентичный натуральному креветкам. И меня вот этот пункт несколько смущает, потому что все ароматизаторы для меня это нечто химическое синтезированное. Я, конечно же, задам вопрос в обратную связь и попытаюсь получить ответ, что же подразумевается под ароматизатором идентичного натуральному. То есть это не высушенная креветка, это не высушили креветку и туда не положили, потому что там же тоже в составе числится креветочно-крабовый субстракт. Это как раз и есть перемолотые креветки и крабы. Что вот значит ароматизатор? Конечно же, вам принимать решение, брать с ним этот суп или нет. Для кого-то это, возможно, покажется большим минусом, для кого-то маленьким. Но 100% натуральным я, конечно, бы не назвала этот суп. Субтитры создавал DimaTorzok